Друзья, я рад всех приветствовать, мы находимся на провинции, на третьем сервере только что опять вновь поступила информация о том, что человека развели на лачете. Человек хотел передать машину, обменяться с доплатой, передал, и после того, как ждал свою доплату и машину того игрока, естественно, ничего не получил, и в итоге тот игрок, от которого всё это ждал, вышел из игры. Его ник Матвей Фулатов, он только что выходил, думал, всё, отбой, но нет, он зашёл, видимо перезашёл, давайте же посмотрим, вот он, вот он, о, он рядом прям находится, слушайте, он был на машине, развёл он на лачете, кстати, можно сразу же посмотреть, что у него по деньгам есть, деньги 8000, но у него есть машина, это я прекрасно знаю, если, конечно, он ничего не слил, на другой аккаунт не перевёл. Машинку я также себе уже прикупил, вот у нас Chevrolet Cruze, он, получается, развёл на лачете, и там у нас выходит не такая же большая разница, в принципе, попробуем договориться с ним на обмен, в любом случае, и нужно купить ещё быстренько номер. Не знаю, почему он сейчас без машины, видимо, то ли его кикнуло, то ли чё, что произошло, но, в любом случае, сейчас мы поставим номерок, вот здесь где-то бежит. Боже, это он, друзья, представьте себе, сразу же прям в карман. Друзья, это третий сервис, даже здесь разводило, обосновали, здесь народу так мало играет, и они всё равно здесь есть, помогите. Опа, ну-ка, давай-ка подойдём при нём, подойдём, просто рядышком встанем. В чем тебе помочь, чем помочь, разводило, хренов. Мне скрин, друзья, кинули, его можно сейчас блокировать, прям, прям доказательство кинули. Что самое интересное, он пока подошёл к одному из администраторов. Я пока просто сяду, не будем слишком сильно палиться, просто встанем здесь, фокус, что-то у него случилось, заказательство на форум. Его, походу, обманули, походу, он стал обманутым, друзья. Только что, действительно, у него украли машину 30 минут назад, я верю в это, я абсолютно в это верю, потому что, ну, видимо, он сам развёлся. Раз у него есть дом, значит, он сейчас может и нас развести. Так, не будем палиться, как-то вообще мы конкретно палимся, вот конкретно. Он молит, посмотрите, он молит, он 100% сейчас разъярён. И самое то, если он сейчас встретит лошка. На месте лошка сегодня мы. Давай, подходи. Полицию пошёл жаловаться, наверное. Ладно, в любом случае, будем ждать его пока здесь. Всё, с админки, друзья, снялся. И теперь осталось только сделать так, чтобы он клюнул. Где он у нас стоит? Вот у нас. Матвей в полицию пошёл, разводило. Всё, начинаем, друзья, кричать. Продам Шевроле Круз, срочно нужны деньги. И якобы мы обращаемся к этим чувачкам. Сейчас, представляете, другой какой-то разоделок клюнет. Он должен услышать. 500 гуа. Вообще, ты не должен был обратить внимание на меня, дива. Зачем? Но он стоит 500. То есть, Шевроле стоит 500. Ох, 50 рублей. Понятно, понятно. Не надо мне тут, пожалуйста, троллить. Всё, стоим. Кричим, друзья, продам Шевроле. Главное, чтобы меня никто из полицейских за это не посадил. Друзья, он вплотную встал в очередь, не реагирует ни на какие сообщения. И что самое интересное, на борту только будет через полчаса. То есть, неужели он полчаса вот здесь вот готов вот так вот стоять? Крайние меры, друзья. Кричу, кто поможет передать машину другу. Заплачу 30к на 10 минут буквально. Если сейчас наш Матвей прочтёт, это и будет нашим шансом. Ну, давай, Матвей. 30 тысяч. Полицейский, поможете передать машину? Я 30к заплачу. Помогите машину передать другу. Блин, я уже просто вплотную с ним стою. Это просто палево. Ну, клюнь ты. Ну, клюнь ты, пожалуйста, Матвей. Ты же вчера так здорово клюнул. А? Скрином не кидали. Как же ты сразу же побежал меняться? Короче, друзья, очередь большая. И поэтому вынуждены. Вынуждены его кикнуть, якобы случайно. Чтобы с ним потом как-то взаимодействовать. Потому что он в наглую стоит. Ничего, он вообще никак не реагирует. Ну, посмотрите. Опа, дэмит, дэмит, дэмит. Как раз таки. Простите, поже. Давай, не прощай. Не прощай его. Поделитесь. Это уже будет похоже на реал, друзья. Он только что ударил. Опа, кикнут. Отлично. И теперь, друзья, мы должны как-то его найти. Машины у него нет, теперь мы это знаем. И его нужно будет в любом случае подвезти. Раз он появился тогда там, перезашёл. Значит, дом у него где-то находится недалеко от... Скорее всего... Так, бомж. Ты посмотри, что делает, а? Ну-ка, кыш, 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 кыш. Смотри, стоит дальше. Ничего себе. Находится рядом с автосалоном. Скорее всего. Поэтому ждём. Почему не следает? Мне больше интересует. Почему он не слетает с капота? Продолжает стоять. Так, встанем, наверное, пока сюда. Здоров. Вот сейчас его отбрасывает. Не знаю, какой табак произошёл. Что он на капоте остался. И если он сейчас побежит, он рядом с СТО. Ммм. О, отлично. То есть, смотри-ка, сейчас от бомжа мы уезжаем подальше. И мы якобы здесь где-то стоим. Главное, чтобы он не взял никакую машину. Так, кто там за два брата-акробата бегут? Вот так вот встанем. Открываем машину заранее. Потому что, возможно, бежит к автосалону. О, о, давай, давай, давай. Это мой шанс. Блин, нет, ты не садись. Мне нужен тот чувак. Мне нужен Матвей. Мне Матвей нужен. Давай, Матвей, я тоже тогда. Пусть, пусть садится. Прыгай, 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 прыгай. Почти же. Садись. Приманил. Садись. О, да. Чёрт возьми. Отлично. Ага, Кирилл, всё, слышу. Автосалон. Полиция. Полиция, так полиция. Сейчас мы начнём разговор. Блин, как же... Слушайте, я так волнуюсь, пипец просто. Поможешь другу машину передать? Я 50к дам тебе. Плиз. Всё, друзья. Вот и настал момент. Пожалуйста, согласись. Просто согласись и всё. Просто я зайду с него. И ты мне её отдашь. Ща к дому его поедем выручишь. Друзья, клюнул. План просто работает. Господи, как же это приятно на самом деле вот так вот участвовать. Сейчас мы найдём домик якобы в Жуковском. Он в Жуковском живёт. Подожди, ты только не выпрыгивай, пожалуйста. Быстрее. Всё нормально. Успеешь ты на свой призыв в полицию. Друзья, вот скажите мне, такие должны работать в полиции? Мне кажется, что нет. Поэтому сегодня, скорее всего, Матвей, мы с тобой попрощаемся. Он не упустит такой шанс, друзья. Он вчера настолько нагло развёл. Вот просто такую наглость надо ещё поискать. И, возможно, я вам даже скину видео. Если найду, я вам скину видео его развода. Он попался прямо на видосик. Смотри, я ща зайду с другого АК. Да куда ты садишься, бомж, не мешай, пожалуйста. Так, я админу пишу, чтобы он меня телепортировал. Потом я 50К даю. Так, друзья, передаём машинку ему. Матвеюшка, дорогой, принимай подарочек. На Новый год тебе. Друзья, меня только что случайно администратор ТП шнул раньше времени. И так получилось. Очень некрасиво. Не знаю, он сейчас пальнёт или нет. Но так не вовремя. Ты мне не дал. В смысле? Я уже дурачка пытаюсь включить. Голос за мной. Матвей, капец. Слушайте, вот это да. Я думал, что миссия провалена. Давай, Матвей. Всё, смотрите, я пишу, что надо создать. Друзья, я лицензию не получал. И поэтому она пропадает, когда я выхожу. А у меня админки нету. Создать не могу. Очень плохая ситуация. Не по плану всё пошло. Чтобы передать, нужно создать, соответственно. То есть я ему так не смогу, скорее всего, передать. Да не смогу, 100%. Гой, я быстро на права сдам, брат. Давай, я сейчас половину дам. Я дам 25к и потом ещё 25. Окей, так, всё, друзья. Рискую сейчас. Передаю 25 тысяч ему. Вместе с ним мы якобы едем, сдаём на права. Получается, я сдаю. Но он всё равно купится. Видите, он спрашивает, типа, давай, продай, передай. То есть он уже ждёт. Он уже сам просит. Нормальный человек будет такое писать? Уже понятное дело, что нет. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня получится развести. И что он не заподрозрил ничего абсолютно. Потому что рядом с ним меня телепортнули. У меня дом само находится у СТО. Поэтому очень надеюсь, что всё пройдёт грамотно. Впервые такая заминка жёсткая сейчас произошла, конечно. Но, надеюсь, подобных вещей больше не будет. Так, всё, друзья. Он будет якобы в полиции. И мы его тут же выцепим. Такси кто вызвал? Он таксист. Ничего себе. Ничего себе такси. Он, видимо, этих эмоций ждёт. Этот чувак, который использует личную машину как такси. Офигеть. Вот это такси. Всё, всё. Услышал. Он, наверное, очень рад сейчас. Так, телепортирую к автошколе. Друзья, сверху, просто сверху лестницей наваливается всё подряд. Неоплаченные штрафы. То есть мне нужно оплатить штрафы, получить лицензию, найти его. А найти машину, передать машину. И только тогда, возможно, всё получится. На это сейчас уйдёт куча времени. Друзья, я попал в какой-то баг. У меня имеются якобы неоплаченные штрафы. Всё, друзья, пришлось зайти разработчику. Разработчик выдал мне админку. Я сделал себе лицензию. И сейчас мы возвращаемся к тому самому разводили. И скажем, всё, мы готовы. Передадим машину. И, наконец-таки, узнаем, действительно ли он. Друзья, я очень спешу. Поэтому, пожалуйста, не надо писать. О, проехал на красный. Тут каждая минута, каждая секунда очень сильно дорога. Так, ну и где ты? Наш дружище. Я очень надеюсь, что ты здесь. Да, он здесь. Так, Матвеюшка, Матвеюшка. Надо тебя сейчас ещё нарыскать. Слушайте, он самый первый стоит. А он сейчас ещё и не согласится. Блин, не дай бог его примут. Не дай бог, друзья, его примут. Не дай бог, такие работать не должны. Всё, 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 пошёл, пошёл, пошёл. Во, во. Всё, отлично, отлично. Всё, план встал на линию, друзья. Ну, вот тебе и ну, погнали. Погнали к братишке и доедем до Жуковского точно так же, чтобы не палиться. Главное, что, друзья, мышка вновь в клетке, в наших лапках. И сейчас остаётся последнее движение сделать. Передать машину. Да, он спрашивает, ты мне сейчас передашь? Сейчас, смотри, передам. Сейчас. Ты только не переживай. Всё будет у тебя. И машина будет. Но его не взяли. Самое главное, что его не взяли в полицию. Потому что, если бы он устроился, его, мне кажется, уже не интересовало бы эта машина. Хотя, всё-таки полмиллиона здесь, как ни крути. Но с машиной я, наверное, расстанусь, друзья. То есть, вы её видите в последний раз в своей жизни. Так, этот дом, да, по-моему, был? Угу. Пусть. Пусть будет этот. Пусть будет якобы этот. И якобы у нас Алексей Желязко. Алексей Желязко. Видишь, как мы к твоему домику подъехали. Всё, передаю, передаю, не переживай. Как он не спалил? Я же тогда исчез, а машина не исчезла. То есть, по идее, всё, я спалился. За 0 рублей. Ща машину передашь. И потом ещё 25к. Всё, машина у него. Ща, да, он радостный, радостный по-любому. Молодец, Матвей, молодец. У тебя украли машину. Теперь ты украл. Красавчик, поздравляю. Еду заправить. Да не, да не надо. Пишет, еду заправить. Пусть так, друг заправит. Так, меня телепортировали. И теперь следи. Он садится. Садится, не ждёт, не ждёт. Вот засранница. Как видите, друзья, заправляет сейчас машину он. То есть, я сказал ему, заправлять не надо, ждать. Нет, он всё равно поехал заправляться. То есть, всё, он уже понял, что это его машина. То есть, свои деньги, друзья, заметьте. Он тратит уже свои личные деньги. Это глупо, это просто глупо. Какая разница заправлена, не заправлена. Тебе передать машину надо. И всё. Поехал по трассе, друзья. Разбил машину, поехал по трассе. В привокс поехал. Вот засранец. Мы сейчас за ним проследим, друзья, мне сейчас должны выдать админку, и мы за ним проследим, где он там. Друзья, вот мне дали админочку, и мы можем теперь наблюдать, вот он. Он не стоит, ему все равно, сейчас мы что сделаем? Мы сейчас поменяем себе ник, поменяем себе скин, и якобы приедем туда за место друга. Как будто, эй, Матвей, ты мне должен передать машину. Друзья, ник я сделал, на этот раз Алексей Игнатов, якобы мне должна была принадлежать эта машина, этот Шерволе Круз. И мы сейчас его подловим, я админку уже снимать с себя не буду, чтобы лично его забанить, я буду писать в нон-рп-чат, соответственно. Знаете, что самое интересное, он не скрылся, ему все равно, он не скрылся с места преступления, он просто взял и пошел обратно в очередь в ГУВД. Это же надо быть таким, а? Это просто нахальство какое-то. То есть он считает, что все, это его, он заправил свою машину, более того. По идее, мы-то знали, что он здесь будет? Где у нас Матвей? Вот он. Вот он, Матвей, главное не написать от имени администратора. Это я, мне машину надо передать было. Передай Шерволе Круз. Он сейчас, скорее всего, просто игнорить будет. Давайте к нему подойдем, лицом к лицу. Это я, передай машину. Он игнорирует сейчас, он видит по-любому. Матвей, машину передай, я тот, кому передать надо. Давайте ударим его вот так вот еще. Вот так вот. Передай машину. Еще раз напишем. Все, он видит. Он видит уже прекрасно. Матвейшка, давай, ну что ты... Друзья, ну тут все, все понятно. Все понятно, прекрасно. Вы же видите. Ну, пожалуй, статус. Начнем вот так вот писать. Матвей, ну передай мою машину. Какую? Я передал ее, мне чел сказал, что это его. Ну, мне передать надо было. Все, я понял. Якобы он уже передал. Кому ты передал, Матвей? У меня ее нету. 170-й ID. Так, давайте посмотрим, кто у нас 170-й ID. И знаете, что сейчас сделаем? А что мы сейчас сделаем? А что Тема... Знаете, он может телепортировать сюда Тему. Давайте посмотрим, что Тема вообще делает. 170. Ну-ка. Тема у метро стоит. Давайте телепортируем Тему. Сейчас, Тема, брат, извини, что тебя отвлекаю. Это ненадолго. 170-й. Пошли за мной. За мной, Тема, брат. Тема, брат, сюда. Да, Тема, за мной. Давай, 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 давай. Пошли. Сейчас узнаем. Вот 170-й ID. Матвей, вот 170-й ID. Ты ему передал? Давай, Матвей, отвечай. Матвей, вот 170-й ID. Смотри, ему... Опа! Вышел! Спасибо, спасибо, дружище. А, Матвей, увидел 170-й ID? Такой, что такое? Так, кто это у нас 170-й? Сейчас тебе дам денежек. Откэш. 170. Давайте ему 1030 дадим. И получается, что мы делаем? А что мы... А вы знаете, что мы будем делать? Вы знаете, господа, прекрасно, что мы будем делать. Где у нас? Где у нас тот Матвей? Ну что, друзья? Очередной разводила минус на сервере. Один год получает бана Матвей Фулатов. Тадамс. Да, друзья. Вот так вот это закончилось. Также напомню еще раз. Ну, не ведитесь. Не ведитесь, друзья. Будьте категорически внимательны. Смотрите, что вы делаете. Смотрите, кому вы что передаете, за сколько и так далее. Чтобы все у вас было хорошо, и вы не попадали в подобные ситуации, как я, например, сегодня. Вдруг действительно вы захотите передать что-то на другой аккаунт и посмотрите, как это может завершиться. А ведь я как будто его случайно встретил, и он повелся. Если нравится, что я ловлю, разводил, ставьте лайк обязательно. И спасибо всем огромное за просмотр. Удачи. Пока-пока.